Музей это отдельный мир. Иногда даже кажется, что во времени есть четвертое измерение. Мало таких людей, которые хоть раз в жизни не посещали музей хотя бы потому, что человек с детства приобщается к культуре. Узнавая прошлое, сохраненное в музеях, мы лучше понимаем людей, которые жили и творили до нас, чувствуем ответственность перед будущими поколениями, задумываемся о том, что им будет важно и нужно. Можем ли мы оставить потомкам такие же прекрасные картины, книги, предметы быта, архитектурные сооружения. Саянский городской музей работает более 10 лет и ежегодно, по словам его сотрудников, в течение года здесь проводится множество различных выставок и мероприятий. Летние каникулы это не только время активного отдыха, но еще возможность узнать что-то новое и познавательное. Специальную программу подготовили для саянских школьников, которые отдыхали на детских площадках сотрудники городского музея. Тесное сотрудничество Музея истории города с общеобразовательными школами Саянска осуществляется уже на протяжении нескольких лет. Для ребят, учащихся школ, мы проводим самые разные мероприятия, направленные на духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое, воспитание подрастающего поколения. Работаем мы очень тесно и активно с сентября по май, но с началом школьных каникул работа не прекращается. В текущем году, буквально с 1 июня, Музей истории города Саянска проводил активную работу с ребятами, находящимися в школьных, летних, оздоровительных лагерях. Для них мы практически каждый день проводили самые разные мероприятия, количество посетителей которых составило более 300 человек. Мероприятия, к примеру, посвященные Дню защиты детей, прошли на открытой площадке перед Музеем истории города. Мероприятия патриотической направленности прошли в помещении музея. Это были мероприятия, встречи, посвященные Дню России, Дню памяти и скорби. При их проведении мы использовали фото и видеоматериалы. Одна из экспозиций в музее была посвящена Великой Отечественной войне, которая, по признанию организаторов, вызвала неподдельный интерес. В основе выставки были представлены личные вещи, за каждой из которых своя история. Возможность увидеть воочию средства связи и потрогать настоящие гильзы, фляжки ребятам выпало впервые. Выставку тематических плакатов все школьники смотрели с интересом, подолгу останавливаясь возле тех работ, которые действительно зацепили. Большой интерес у ребят разных возрастов вызвала замечательная выставка, представленная предметами, плакатами времен Великой Отечественной войны. Надо отметить, что мы не только рассказывали о вещах, принадлежавших нашим воинам, участникам Великой Отечественной войны, но у ребят была уникальная возможность сфотографироваться, переодевшись в форму участника Великой Отечественной войны, сфотографироваться с некоторыми видами оружия, которое использовалось в Великую Отечественную войну. Саэнский городской музей хранит историю не только города, но и областного центра. Поэтому необходимо понимать, что, не зная истории, сложно представить будущее, а значит, сложно его построить. Наверное, в определенный период жизни каждого человека появляется потребность рассмотреть пройденный путь, понять его и осмыслить. Регулярно музей посещают не только саянцы, но и гости из других городов. Большой интерес у ребят вызвала наша постоянная экспозиция, посвященная истории нашего города, «Город мой неповторимый». В течение года, в особенности летом, нас активно посещают гости, приезжающие в город Саянск. К примеру, мы уже провели несколько экскурсий для гостей из таких городов, как Иркутск, Ангарск, Хабаровск, Санкт-Петербург. Хотелось бы сказать, что работать с такими посетителями очень приятно, потому что мы видим их неподдельный живой интерес к истории нашего города, к интересам к нашим выставкам, к нашим экспозициям. Историю делают люди, поэтому и вещи, попадающие в музей из личных архивов, зачастую передают дух эпохи ярче, чем официальные цифры или сухая статистика. Хранители фондов Саянского музея уверены, пока поток дарителей не иссякает, история города будет живой и осязаемой. В течение нескольких лет фонды музея пополняются различными предметами. И очень часто такие предметы приносят сами жители Саянска. Мы выражаем искреннюю признательность всем тем, кто помогает нам в пополнении фондов. И хотелось бы обратиться ко всем жителям. Вдруг у кого-либо есть предметы, вещи, фотографии, имеющие отношение к строительству города Саянска, к первостроителям, а также предметы советского времени, предметы крестьянского быта нашего народа. Мы по предварительной договоренности примем их в дар, и они войдут в число наших постоянных или временных выставок и экспозиций. Большую работу специалисты городского музея проводят с юными Саянсами, которые посещают детские дошкольные образовательные учреждения. Ведь каждый из родителей хочет видеть своего ребенка образованным и культурным, хорошо разбирающимся в литературе, искусстве и живописи. Опираясь на опыт впечатлений, которые дети получают в музее, они начинают лучше ориентироваться в мире красоты и добра, что является гарантом повышения их общего культурного уровня. Что касается взаимодействия с ребятами дошкольного возраста, то мы активно работаем с ними, причем мероприятия проводятся как на территории музея истории города, так мы и выходим непосредственно к ребятам в группу на площадке. Буквально 1 июня у нас были гости, ребята из детского сада, для которых мы провели познавательно-развлекательное мероприятие, разноцветная игра. Перечень наших мероприятий и работы с дошкольниками достаточно велик. И это, наверное, одна из основных категорий посетителей музея. Они приходят к нам и на патриотические мероприятия, и на мероприятия, посвященные русским народным праздникам, обычаям, традициям, календарным датам. Многие считают работу в музее рутинной, но сами хранительницы истории с этим не согласны. А когда понимаешь, что это нужно людям, тогда творчески относишься к своей работе. В течение лета музей готов принимать как жителей города Саянска, так и гостей. У нас работают две постоянные экспозиции. Это первая экспозиция, посвященная истории города Саянска. Вторая экспозиция представлена предметами крестьянского быта. И есть сменные экспозиции, на которых можно увидеть и работы саянских художников, и различные выставки, которые мы формируем из детских работ, а также из работ, представленных нашими фондами. Двери городского музея открыты всегда. Ежедневно здесь проводится множество различных тематических выставок, мастер-классов и открытых уроков. Его сотрудники предлагают саянцам ознакомиться с экспозициями и оставить свое мнение о том или ином художнике картине или периоде истории.